вот этот дом цены 130 гривен вот если я уже говорила да то с удобствами на этаже которых не было вот если без удобств на этаже то 100 гривен добрый вечер мы уже уезжаем в затоки и сегодня решили показать вам нашу жизнь и рассказать итоги вот так мусорка здесь бачок который никак не работает за три дня вообще то есть вода к счастью сегодня есть два дня не было вовсе два дня мы практически не мылись сегодня пошли в душ на улице и заболели вместе сестра у нас температура вчера вода пошла ржавая потом немножко часа пол не все с этажа не все с этажа успели помыться вот и в результате мы не помылись и уже позже пошла кипяток а теперь вовсе ночью вчера вовсе пропала сегодня когда мы подняли кипиш скандал нам доказали что вода всегда была деньги за условия не вернули потому что если ты живешь на этаже заказываешь условия то плюс 30 гривен с каждого человека даже с ребенка вот условий не было не в туалет ну понятное дело если не смывается никак не пойдешь воды тоже даже для чая вот нужно показывать но это там капец короче вот поэтому пошли посмотрим лестницу комнату вот такие дела в ту сторону балкон здесь номера потом наш номер сейчас вам покажу кстати вот смотрите какая штука крутая простынь типа да такая короче тряпка не нужно для пола ну типа до охраняет смотрите вот сколько она достает 20 сантиметров не достает в результате тряпка которую мы попросили чтобы промыть пол иначе еще дополнительные деньги чтобы вам убрали ну какая уборка если три дня не смывается туалет вонь ужасная так здесь мы готовили кстати посуду здесь дают но кухня находится на короче мы на третьем она короче на улице и далеко ну короче летняя кухня кстати сразу пока покажу вам лестницу вот свет типа должен быть но его нет вот видите круче вы не видите я не вижу вот кстати так как третий этаж то ребенка я ношу потому что лестница ступеньки сходы хотя сказать очень высокие то есть ребенка на третий этаж ношу из детских развлечений здесь батут есть большой на котором ну конечно же нужно по очереди но никто за этим не следит так вот мы посвящим фонарик показываем он есть но он никогда не работает за эти три дня потом смотрите покажи ступеньку вот такая маленькая ступенька вот и это нужно ночью ходить туда как будто в подвал вот и так три этажа и на улице тумбочка зеркало покажи какое зеркало стоит за тумбочкой вот вот такое зеркало типа было мы его убрали затем нужно потом стул у нас тут все стул какой крутой потом идет фотообой короче выгоревшие здесь валерий отдыхает кстати потом занавески очень крутые с преимущества здесь вентилятор холодильника нет вот и короче здесь сетка хорошо что есть типа вот вот такие вот постельное белье вот такое вот оно потом ну линолеум есть так что это уже здорово тип вот такая вот простыня здесь у сестры такие вот покрывала на простыне ужасный одеяло очень крутая делок вот вот такие не на случай зимы вот это не комплекты постельные просто остатки может из бабушки на шкафу вот такие вот штуки здесь ляля спит мы уже уезжаем ну хотели принципе не снимать но здесь пошел такой кипиш что владелец отрицает чтобы ну то есть не было условий вот мы хотели возврата денег хотя бы за эти дни потому что лялячка видите спит заболела сразу же покажу подушечку вот подушечка на которой сейчас вот подушечка на которой спит мой ребенок это жесть вот ну короче посмотрите ну это фу короче короче нам принципе было сначала пофиг знаете пришли переспали ночью пошли себе дальше но в результате когда мы сказали чтобы банально вернуть деньги за то чего не было то есть за эти условия на этаже нам сказали дадим сто гривен вот и мол ребята не бузите но в результате должны были вернуть двести семьдесят плюс девяносто за ребенка потому что ляля ни разу не мылась представляете я ее мыла салфетками детскими представляете что как вымывать песок струська все такое вот ноги мы мыли свои вот лапы салфетками вот подмывали салфетками а сегодня уже третий день мы пошли в душ на улицу это там вот вот через окно короче ну на первом этаже помылись холодной водой но на улице на улицу мы пошли помылись холодной водой и у нас температура помимо того что мы еще сгорели третий день у нас температура горло короче ну к счастью это только мы с сестрой помылись лялю не мыли потому что это было бы глупо муж мужу ничего нет потому что он как бы закаленный а мы девочки рискнули головы помыть хорошенько так что вот такие кстати о затоке еще завтра продолжим говорить потому что сейчас ничего больше такого прелестного показать такой вот горький только осадок на сегодня до завтра утречку мы вам пока покажем сам дом вот этот дом мало того что днем бочки нет воды он не смывает после 11 где-то воды то есть никакой нет не холодный не горячий это так если вдруг владелец этого типа дома но не верит так кстати написано здесь убирать самостоятельно но здесь нет ни химии ни швабры то есть чего не ёршик есть и это он в принципе наверное это круто хотя зачем ёршик если воды нет бочки то есть сходил туалет и смывать даже не нужно потому что там такое творится уже два-три дня может стоять вот и вонять на весь этаж ну ладно пошли спать вот здесь вот находится амбулатория несчастью позавчера я посмотрела думаю ничего себе как круто возможно там дорогие цены вот это бизнес думаю вот как обычно мои мысли но в результате оказалось что там никого нет в результате вчера я уже упала оморок вот наверное мысли материальным вот и я упала оморок скорую вызывали не могли вызвать то есть это было очень долго за это время меня уже успели донести в результате в этой крутой амбулатории не было никакого врача не медсестры просто санитарка которая убирает это заведение в результате воды тоже нет вот короче я так понимаю что это просто как обычно сделали красивый фасад списали денежки и попиарились сняли вот а дальше потом это просто вот после меня еще ребенка принесли с температурой тоже скоро не ехала в город и говорят если что идти в город так что принципе амбулатория есть сейчас я сфоткаю со вспышкой что вам было ее видно вот кстати еще есть аптека это аптека дешевле чем обычные частные в ней к счастью даже есть аппарат для измерения давления потому что мы как-то сначала эту аптеку не заметили вот она какая-то бюджетная так скажем потому что внутри ремонт обычный старинный короче вот а в городе мы купили в городе мы купили нурофен детский за сто тридцать пять гривен в этой же аптеке девяносто два девяносто три гривна вот поэтому кстати такой же флакон с такими же миллилитрами я думаю что вам нужно быть внимательным если вы едете вам не нужно отдавать деньги наперед то есть отдавайте или за каждый день или фиксируйте это в договоре или же на видео вот что было доказательство потому что это очень глупо нам даже угрожали выгнать на среде ночи хотя это не так страшно потому что сейчас 5 утра мы как раз могли поночевать на улице но в противном случае муж сделал бы им очень красивый подарок милицию налоговые все такое сейчас мы идем по тропинке которая ведет к морю здесь вот переезд все так обычненько немного грязный ванта как вы видите на тротуарах здесь обычно по правой стороне сидят продавцы по лево кстати тоже они продают вещи и там разные вот сейчас попробую вам все это показать здесь особо нечего показывать одна улица прямо на ли направо и ну в принципе вся затока вот переезд там какие-то еще отели вот дорога по которой мы идем то есть слив вот и теперь мы идем прямо сейчас я покажу дорогу которая ведет к пляжу то есть к пляжу здесь было не сильно далеко потому что затока это как бы полуостров такой длинненький то есть одной полоской и потом до черные улицы идут здесь вот продают тоже какие-то штуки валерия кстати уже утром здесь вот аренду предлагает здесь стекло они этого восточные специи камни натуральные кукуруза которые кукуруза горячей которая была по 10 теперь по 8 днем конечно естественно здесь все заложено всякими штуками почему-то я не снимала вообще просто отдыхала не снимала на море снимала конечно телефон вот но сегодня как-то решила до снять потому что какой уже заговорила вот оживе я уже покажу вам немножко самой затоки вот туда уже пошла набережная вот переход кусты цветной капусты и прямо уже туда набережная и теперь уже по прямой это такая улица длится вот и что касается моря она немножко грязновато и если не считать прокладки и презервативы там бывает заносит вот и и водорослей много но ничего можно не покупаться так как мы были три дня то как-то мы уже с этим смирились но я думаю что больше сюда не приедем так что касается моря еще хотят сказать с одной стороны соленая которая вам показывала набережную а по правую руку там идет и пресная вода такая вот впадина вот мой муж идет с ляли вот но туда сказали не ходить нас же видели хозяин который мы снимали он говорит что там змеи на самом деле слышала что туда просто выкачивают все отстойник короче там вот и оттуда уже все когда когда откуда волна оттуда и приносит всякую дряни иногда вода хорошая когда с моря вчера вот такие хорошие волны были вообще не было водорослей позавчера были водоросли и позапозавчера были еще кое-какие находки которых я уже вам рассказала вот мы медленно подходим к ж.д. вокзалу типа вот туалет вроде как я понимаю вот там какой-то еще постройка вот реклама какая-то аквапарка не буду показывать так потом здесь автобусы стоят там какая-то еще постройка ну короче сейчас вам покажу что тут еще есть вот так вот здесь то так вот дорожки окурки ну короче чистота это не про этот город вот вокзал написано вот станция бугас касса пока закрыта будем ждать кстати знаете мы шли дом этот искали тудой вот через деревья направо и по песку в ту сторону короче на карте как-то там путаница не могли найти какой адрес здесь скажи мне адрес где мы снимали зарипова 59 это частный дом котором кто знает что творится разные номера разные условия и короче там живут же владельцы особенно на втором этаже там вечно не пройти потому что положит вещи на пол и не ребенок не может пройти ничего ну короче бардак себе позволяют или может это такие квартиранты у них ну короче ужас вай-фай не только в определенных местах это не очень короче только на первом этаже где беседки на без беседках мы не сидели потому что первая всегда была занята q 1 2 собак там бегает кусается ужасно короче вот потом вода горячий обман обычная даже холодной не было кухня на улице очень далеко я даже не снимала потому что было темно и такая гадость вон в холодильнике короче старинные холодильники старинная посуда кстати спичек это не от мой муж ходил в город за спичками потому что вовсе не было спичек как нам говорят у нас каждого свои спички вот условия ребята все хорошего всем дня так что bye bye ребята до встречи у позитивных видео но это жизнь пришлось и о плохом рассказать о том что все же все же победили что все же победили